Добрый день, я Мамука Купарадзе, и сегодня я буду вести дискуссионную передачу в студии РЭМ. Сегодня будем говорить о трансформации грузино-абхазского и грузино-сетинского конфлекта. Некоторые из нас имели возможность пересечения так называемой границы и оказаться в де-факто республиках. Оттуда иногда мы привозим очень интересную информацию, и с использованием данной информации мы пытаемся рассказать вам о документах, о материалах, которые в конечном итоге должны помочь нам решить или, надо сказать, как следует понять этот конфликт, что будет весьма и весьма полезно и должны помочь будущим политикам и молодым людям Грузии, чтобы приблизиться к этим регионам. Сегодня как раз такие люди у нас гостят в студии, люди, у которых была возможность пересечь границу. Таких у нас двоих гостей. Один из них, как мне известно, еще не был в Абхазии. Это Кетти Гигашвили, медиа-организация Чайхана, документалист и журналист. Что касается господина Горама Адишария, он общественный деятель, писатель, драматург, бывший министр культуры Грузии. И господин Горам сам из Абхазии, и у него была возможность привести новости из Абхазии, весьма интересные новости. Мы будем говорить об этом. А также у нас Анну Набуке, которая сняла очень интересный фильм, который в основном посвящается границе. Не только границе. И я думаю, что вместе с нашими молодыми людьми, которые интересуются над земными конфликтами, у нас будет интересная дискуссия. И в первую очередь хочу передать слово Кетти. Кетти уже несколько лет, она снимает фильмы Дозник, я уже посмотрел, очень интересные фильмы. И первый вопрос Кетти. Сегодня ведь нет такой возможности показывать ваши работы. И расскажите, пожалуйста, какая была у вас мотивация сделать этот фильм. А потом мы посмотрим уже фрагменты. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Что касается краткометражных документальных фильмов, которые я снимаю. Вы отметили, что я еще не была в Абхазии. Я как раз соотношусь к тому поколению, то есть к поствоенному поколению. И фильм, о котором вы упомянули, в принципе есть несколько фильмов, но один из фильмов называется «Письма». Это попытка, чтобы я, то есть мое поколение, у которых не было никаких отношений, то никакого касательства с Абхазами, никогда не были в Абхазии, не видели эти отношения, что существовали до войны. Я как раз попыталась эти фильмы показать или просто узнать, что у этих людей было сказать друг другу. Люди, которые жили в прошлом месте, то есть люди, которые приехали сюда и которые остались там. То в войны были отношения, кто-то с кем-то дружил, у кого-то сотрудник, у кого-то сосед. Позвольте прервать Кетя. Кроме того, что люди сюда приехали, между нами, Абхазами и Осетинами осталась очень большая боль, отчуждение, трагедия. И эта трагедия еще дольше нас разъединила. И как раз вы, молодые люди, как раз свидетели этого отчуждения. Наверное, и ваше творчество также берет начало здесь. Да, вы упомянули разные фильмы. И вместе с Чайхана у нас было несколько проектов. Эта медиаорганизация как раз освещает конфликты. И в рамках этого проекта мы... Эти фильмы касаются разных тем. Кроме того, абхазы, живущие в Аджаре, уже 150 лет. Я никогда не видел в Абхазе, но эти абхазы уже 150 лет в Аджаре. Абхазе живут вместе с грузинами. Один фильм посвятили им. У конфликта есть другая сторона. Мы только под одним углом журналисты освещаем события. Я тоже, в принципе, журналист. И нет часто возможности выслушивать обе стороны. Давайте посмотрим фрагменты, а потом уже продолжим нашу дискуссию. Моя дорогая, как ты поживаешь? Я прекрасно знаю ответы. Вы так же скучаете по нам, как мы скучаем по вас. И так же больно, как и нам больно. У нас есть что вспомнить. И молюсь Богу, чтобы Он помирил нас. Я думаю, что мамы, у которых убиты сыновья, лучше поймут друг друга, чем другие. Мои дорогие, Валера и Лейда, после 23 лет пишу вам. У нас мы испытываем только чувство благодарности, мои дорогие соседи, в отношении вас. Я чувствую слабость. Да, нету силы, чтобы прочесть. Вот в этих фрагментах вы говорили об этих героях, об их переживаниях, и мы видим море. Это именно то море, да? Да, как раз эти кадры специально сняты. То есть наш партнер снимал нас, да, то есть руманалист, который работал нас, специально отправил нам. И еще раз большое спасибо. У нас были попытки, когда совместно это сделать. Когда я упомянула, что, ну, когда мы интересовались, что было у этих людей, сказать друг другу, мы как раз подобрали таких героев. Да, у кого-то после войны есть контакт, у кого-то нет. Мы как раз подобрали тех людей, которые не видели того конкретного соседа, друга. И когда я попросил их написать, что им, что у них есть сказать, то есть, безусловно, оказалось, что у этих людей много есть, что сказать друг другу, просто нет возможности встретиться. А имел ли фильм продолжение, то есть, видели ли этот фильм, то есть, адресаты в Афгазе? Вы знаете, такой вопрос всегда мне задают. На этом этапе пока продолжения нет, хотя несколько из них знают, что это было создано, и они видели этот фильм. Ну, перед камерами, так сказать, в принципе, мы не... то есть, не было записи перед камерами. Давайте посмотрим фрагменты из твоего фильма, а потом давайте поговорим о том, что, так сказать, подвигло тебя снять этот фильм. Субтитры делал DimaTorzok Доктор субтитры делал DimaTorzok ГОСТРАВ ТРАЖЕМЕЛИДЕАБЫ ГОСТРАВ Большое спасибо за приглашение. Я начну с того, что я снял этот фильм, потому что у меня уже действительно, я испытывал большой протест в отношении тех людей, которые без внимания оставляют проблемы беженцев. И вторая причина — это в отношении тех людей, которые живут на оккупированных территориях и обманывают себя в отношении того, что происходит в Галии и на границе. Я имею в виду непосредственно Абхазов, а также протест против отношений, которые не проявляют государственные структуры, в отношении людей, живущих в Галии, так как их жизнь очень сложная, и когда надо делать что-то, чтобы придать силы этим людям справиться со своими сложностями. Последние годы гораздо сложнее стала жизнь грузин в Гальском районе, судьба их людей. То есть кроме того, что, так сказать, гоняется, так сказать, грузинский язык, не открываются классы, ученики, которые заканчивают школу в следующем году, последний грузинский выпуск, а потом все переходит на русский язык. Кроме того, у них очень много социальных проблем, ничего не говоря уже о том, что большинство из большого... их подавляющее большинство не потеряли гражданство, и у них только временное разрешение, так называемое, бедное жительство. И я сама из Сухуми, вот, и если мы посмотрим на тех людей, у которых, которые вернулись, и которые, скажем, вот, не вернулись, конечно, у них разное восприятие, но что-то есть общее, что их объединяет, и думаю, что самое главное, что испытывал отношения этих людей, это сочувствие, и... А потом мне еще усилило чувство, что я такая же, только если не бегу вдоль границы, я бегу где-то в другом месте. И как раз то, что конфликт случился, эти люди вот трансформировались по-разному, и, конечно, очень подавляет, когда вижу, что люди, которые могли быть с другими, с другими интересами, и, то есть, как индивиды могли бы выразить себя по-другому, из этого конфликта, они совершенно другие. То есть, это не решение тех людей, которые были другими людьми до войны. Вы были также в Сухуми, да? Вы знаете, фильм был о женщинах, которые переплывают, и в горе, а потом, когда я начала снимать интенсивные съемки, то есть, у меня было очень много вопросов, на часть я получил ответы, на часть нет. И когда я тоже поняла, что когда я закончил первый этап съемок, я должна была перейти для моих собственных задач. Это не было предназначено для фильма, потому что, то есть, мой интерес не был показать, что, так сказать, вот за границей. Моя цель была показать то, что происходит на границе. Очень много кадров не попали в этот фильм, из-за того, что, то есть, лица идентифицированы. Я думаю, что для абхазской стороны было бы более опасно показать, чем грузин. Хотя в случае грузин, там в основном такие кадры, где нет, то точно лица не идентифицированы. Это уже другой вопрос совершенно. Поэтому в этом процессе я поняла, что мне нужно перейти. Это было ради личного спокойствия, потому что, когда я вернулась, и, кстати, думала, вот, достаточно напряженно, вот, полтора-два месяца, я поняла, что, скорее всего, больше степени обо мне. И потому, что я на том этапе жизни, когда я тоже испытывал трансформацию, вот, что было, что есть, и потом, как это меня изменило, и куда я теперь должна идти. И также я вот, так сказать, вот я попал в Сухуми, так сказать, со съемками своего дома. А скажите, пожалуйста, Сухуми знают состояние этих людей? Да, очень многие хорошо знают, многие не знают, и часть знает, но не полностью, то есть, по моим наблюдениям о встречах. Например, когда должностное лицо где-то, вот, замминистра говорит, одно из министов, где Хурча, я думаю, что это неправильно. Когда кто-то спрашивает после трейлера, то есть, где наши солдаты, это, так сказать, я знал, что эта реакция будет такая. Как раз в этом была задача, что и в Грузии, и там, в Абхазском обществе, все сказали, что вот, то есть, приняли факт, как есть, потому что я не сторонница, так сказать, скрывать что-то. Наверное, не нужно находиться от поти, от страуса, так сказать. Теперь давайте послушаем, что прислали нам наши абхазские и осетинские коллеги. Это Видео Дайзет, который охватывает самые важные новости за последний месяц в Абхазии уже на свете. Наша редакция не совсем согласна, но мы все-таки предлагаем дайджест без изменения. 30 сентября Абхазия отметила 24-летнюю годовщину Победы и День Независимости. 30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике провели акции памяти, парад и народные гуляния. День Победы и независимости. Жители Абхазии прошли по улицам столицы с фотографиями погибших родственников. День Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуми завершился концертом в Государственной филармонии и праздничным салютом на набережной. 8 октября в селе Лыхны Гудаутского района прошел ежегодный праздник урожая, в котором приняли участие более 20 сел-район. Традиционным местом праздника является историческая поляна Лыхнаш. На протяжении столетия эта поляна была местом, где со всей Абхазией собирались тысячи людей, чтобы обсудить важные для страны проблемы и принять решения. В этом году впервые на праздник урожая пригласили 18 предприятий, которые также, как и сельские жители, представили свою продукцию. В этом году Абхазский государственный университет отмечает свой 85-летний юбилей. На торжественную встречу, посвященную этому событию, приехали представители 20 зарубежных вузов. Ректор АГУ Олег Агварами принял поздравления от своих коллег, друзей, представителей интеллигенции и власти Абхазии. Ректор подчеркнул, что в юбилейный год было проведено много значительных мероприятий в АГУ. В том числе были проведены научно-практические конференции, издавались научные труды преподавателей и студентов. В октябре в Абхазии впервые состоялось спортивное троеборье в рамках серии соревнований по циклическим видам спорта – титан, по плаванию, велогонке и легкоатлетическому кроссу. Около 180 спортсменов-любителей из Абхазии, России, ЛНР и ДНР принимали участие в соревнованиях. Спортивные состязания в Сухуми проходили два дня. На повестку дня 6-го вне очередного съезда Республиканской политической партии «Единая Осетия» было внесено 11 вопросов, основными из которых стали избрание нового председателя партии и вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата парламента Дмитрия Тасоева. На сезе присутствовало 300 делегатов от партии. На заседании Центрального комитета партии была внесена кандидатуция Алана Таттельба. В ходе пресс-конференции министр юстиции Республики Залина Лальева сообщила, что в исправительной колонии Южной Осетии проводятся работы по капитальному ремонту здания, после чего условия содержания заключенных в тюрьме значительно улучшатся. Напомним, несколько месяцев назад заключенные объявили голодовку. Они требовали улучшить условия содержания, обеспечить более качественное медобслуживание, увеличить прогулочную зону и время для прогулок. Тогда президент дал Минюсу поручение проработать план мероприятий, направленный на улучшение условий содержания осужденных. Деятельность свидетелей Яговы на территории Южной Осетии с сегодняшнего дня запрещена. Религиозная организация по решению суда признана экстремистской. Министр напомнила, что иск в судебные органы был подан после того, как в июле текущего года в следственные органы прокуратуры поступило сообщение о том, что свидетели Яговы распространяют и пропагандируют идеи экстремистского характера. ГУП «Энергоресурс» проводит работы по газификации микрорайона «Солнечный». Рабочие стараются до наступления холодов довести газ до потребителей. Ранее жители жаловались на то, что радиаторы недостаточно нагреваются. Теперь же с переходом жидкого топлива на природный газ ситуация изменится к лучшему. Вторую неделю идут работы по газификации микрорайона «Солнечный». Комиссия по делам несовершеннолетних при столичной администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разъяснительные беседы со старшеклассниками. С подростками говорят на тему вредных привычек и каким последствиям они приводят. Работа со школьниками будет проходить в течение одного месяца во всех общеобразовательных учреждениях. Тема беседы – вредные привычки, какой вред они приносят, что такое привычка, как не стать жертвой случайных обстоятельств. Завершились дни 12-го Международного фестиваля искусств в гостях у Ларисы Гиргиевой в Южной Осетии концертом в Схейнвальском музыкальном училище имени Феликса Албурова. Концерт был посвящен творчеству осетинского композитора Бориса Галате. Программу концерта открыл мужской хор Юго-Осетинского государственного ансамбля «Песни и танцы Симт», основателем которого является Борис Галате. Борис Александрович Галате – основоположник осетинской профессиональной музыки, первый осетинский композитор, учитель многих прославленных осетинских композиторов. Хочу попросить господина Гурама. Он из Сухуми. Он был известным поэтом Сухуми. А потом он стал популярным писателем. В Грузии после приезда сюда много романов. И ваш роман, так сказать, «Возвращение Сухуми» в середине 90-х, переходил из руки в руку. И относительно новый роман, то есть «Код президента» тоже живет своей жизнью и был переведен на разные языки. И было издано во многих странах. Очень интересно, Гурам, беседовать с вами. Скажите, пожалуйста, расскажите о тех отношениях. Вашем нахождении там об этих отношениях с вашими коллегами и друзьями. Большое спасибо, Мамокам, за приглашение. Прекрасное общество собралось здесь. Конечно, очень важная и, конечно, больная тема все вместе здесь. Люди, молодые люди, которые после той войны родились, после конфликтов и кого бы ни назвали конфликты или войны, это действия, после которых люди погибли, а до этого начали прерываться в человеческие отношения. Так и начинается любой конфликт. Люди доходят от уровня, что они сговаривают друг с другом или одна сторона печатает письма совершенно другое идеологическое нагрузка. книги издаются и так далее. И потом и в Цхенвале в Абхазии, когда уже то есть говорят уже не человек, а Калашников, Макаров и так далее. И это, конечно, очень тяжелая ситуация. Гурам, вы это чувствовали, то есть когда вы жили там, то есть как эта ситуация-то становилась все более напряженная и как это шло к напряжению, так сказать, и к войне, потому что очень многие беженцы об этом, то есть не могут это воспринимать. Наверное, у вас была другая позиция. Конечно, напряжение чувствовалось, что никто не думал, что такая масштабная война начнется в той же Абхазии, в кавычках, то есть работало все оружие, которое работало в Афганистане, это град, то есть и железная дорога не так массивная, но там да, то есть на рельсах стояли эшелоны, которые вот несли вот эти установки, а потом стреляло море и все остальное, то есть что существовало современное оружие, конечно, не баллистические эти страшные ракеты и прочее, то есть оружие, то есть массовое поражение, но все другое было там, и это чувствовалось, и тогда я был молодым, вот, и главный редактор журнала РИЦ в Абхазии, в Аджаре выпускал Гандиаде и Меретти, Цискарем на Тобе, то есть я имею ввиду литературно-общественные журналы, то есть там была еще и другая функция этих журналов, то есть так сказать, они популяризовали произведения абхазской литературы на грузинском языке, то есть это продавалось по масштабам во всей Грузии, во всей Грузии, и это вот такой особенный год, наверное, 90-й год, когда уже 20 тысяч экземпляров было, и тогда я говорил, что если диалог будет прекращен, и абхазы сказали, что мы с этим человеком будем говорить, когда если диалог прекратится, тогда заговорит оружие, и ни в коем случае не должна вступать армия, неважно, тяжелое вооружение и так далее, хотя, конечно, очень много танков было, и были иллюзии, что были у радикальных сторон, как с одной, то есть с другой стороны, я думаю, я вместе с моими друзьями, с грузинами, абхазами, как-то придерживаться золотой середины, чтобы не поддаваться иллюзиям, были выступления, что вот мы, мол, станем независимыми, и станем как Швейцария, будем продавать воду, вино, там, и будем жить хорошо, но так не оказалось, то есть вы, сахумчане, хотели, так сказать, взять на себя функцию, так сказать, так сказать, плакаторов, так сказать, вы знаете, вот так развивались события, такое, так сказать, явление наступало, мы это чувствовали, не все, конечно, но, как вы, то есть, в принципе, мы были пленны у иллюзии, у абхазы тоже были радикалы, конечно, у них были и свои иллюзии, и более 25 лет, более четверти века уже прошло, иллюзии остались иллюзиями, не было ни Швейцарии, не оправдались надежды другой стороны, в общем, война убивает, это все эти иллюзии, и у нас есть молодые люди, которые уже вот только вот со слов знают об этом или других источников, я говорю это, что мне есть люди, что мы ни при чем, которые скажут, что мы ни при чем, были виноваты русские, абхазы, но когда вы упомянули возвращение в Сухум, я писал стихи, я был в процессе поисковой, и несколько людей хотели создавать поэзию моря, и то, что заставляло нас писать поэзию, мы видели, как люди гибнут, трупы плывут на поверхности моря, там горит ритца, там бальма и так далее, а потом, потом уже был переход через вот перевал, я сказал, что если выживу, обязательно напишу, я, кстати, написал переход от этого, так сказать, от перевала, и потом все это, так сказать, было собрано, и потом было написано «Возвращение сухоми», потом было написано драматическое произведение «Далекое-далекое море», мы сейчас увидим фрагмент, и эту пьесу вы начинали по «Возвращение сухоми», а пьеса, так сказать, отражает ваши впечатления, и я думаю, что для наших зрителей, то есть как Абхазы встретились, вот сейчас увиди небольшой фрагмент. «Возвращение сухоми» «Возвращение сухоми» «Возвращение сухоми» Их перевозил и спорчал кудоуту. Вика через три месяца ждала первого ребенка. Когда на второй год после окончания войны я поехал в село Деда на автобусе, вот издалека увидев во дворе ореховое дерево, понял, что не могу дальше ехать. Я попросил остановить автобусы выше. В детстве летом мы проводили у дедушки, я, Бесик и Лика. И ты там бывал. Не раз. Приближаясь к деревне, мы по ореховому дереву узнавали дедушкин дом. Еще сдалека. Лику особенно нравился его вид. Слушай, слушай, я стану. Что мне с ним делать, Азур? Что мне делать с этим деревом? Может, срубить его? Срубить, что ли, это дерево, а? Агурам, скажите, пожалуйста, вы были не на одной встрече, вы участвовали в разных проектах, вы создавали книги вместе с абхазами. Скажите, пожалуйста, пару слов. А, то есть мы, Абхазы и Грузины, понимаем ли более друг друга? Можем ли мы сегодня? Осталось ли у нас умением, ресурсы выслушать друг друга? И, так сказать, вот, посочувствовать и разделить боли друг друга? Конечно, есть такой ресурс. Главное, чтобы люди встречались и говорить друг другу, потому что боль, везде боль, где бы ни жил человек на планете, тем более Грузином и Абхазу, у которых есть генетическая память, так сказать, совместного проживания, годы, века. И, так сказать, Абхазская женщина видела спектакль, а господин Демурчхедя поставил спектакль. И под впечатлением, как вы говорили, что-то стоит на этих впечатлениях, как вы сказали, я участник многих встреч, и вместе с Мамукой, вместе с вами, я не раз, конечно, был на таких встречах. И после каждой встречи есть беседы, воспоминания мои старые друзья, о коржане, о большинстве я знал, других я потом, мышцы, другие потом познакомился, и они говорили о своей боли. Это использование во фрагменте, там, трагедия одного общего друга, у которого погибла сестра, вот в вертолете, который был сбит грузинской стороной. Это не был грузинский вертолет, но во время войны происходит так, что невоенный транспорт вносит военную нагрузку, шла война, и когда над фронтом, где-то в горах, поднялся вертолет, ну, люди гибнут, вот в современных войнах, больше гибнут мирные жители. У нас были, конечно, рейцарские воины, когда воины погибали, они погибают. Сейчас это другое, это война уже, так сказать, это все уже, и сейчас уже началось время массовой гибели людей. Я с тем человеком, после 2-3 года мы встретили Сочи, он сказал, что он читал книгу, он сказал, и хотел рассказать свою боль. То есть у меня рассказал, есть мой друг, Светлана Курсая, который прочитал от «Перевал Беженцева», и она заплакала, когда его делали меня, обняла меня, и сказала, что они не знали, что происходило. Что его тоже погиб на войне. Это была встреча, так сказать, людей с болью. Но, в общем, была разделена эта боль. И когда видел фильмы у младших, молодых друзей, я уверен, что эти фильмы найдут своего зрителя. В отношении спектакля, конечно, ваша заслуга, что четырьмя камерами мы сняли, мы умножаем в Аббазии, и сегодня видели, и сегодня виды 2-3 года назад, не знаю, кто был в Абхазском университете, показывали спектакль, а потом был интерактив, что происходит, потом анализ, потом. Большое спасибо. И как раз этому служу, чтобы мы донесли друг другу информацию, обменяться информацией, и чтобы это помогало нам, чтобы мы обе стороны сделали какие-то шаги, пойти на компромиссы и урегулировать конфликты. Перед тем, как перейти к нашей аудитории, хочу попросить Нину ознакомить нас с медиамониторингом из грузинского, абхазского, сатинского медиа. Добрый день. Как пишет наша абхазская коллега в отношении Грузии, в абхазском медиа, меньше языка ненависти. По его информации, Сухуми вновь выражает недовольство тесным сотрудничеством Грузии с НАТО. А в Абхазии хорошо помнят, в апреле на Бухарестском саммите НАТО, после четырех месяцев, Грузия начала кровопролитную войну в Южной Осетии, если бы не маниакальное стремление Грузии в сторону к вступлению НАТО и не содействия партнеров, можно было бы избежать кровопролития в Южной Осетии. Говорится в цитате. По словам Министерства иностранных тел Абхазии, западные лидеры, поощряя Грузию вступлению в НАТО, практически содействуют росту агрессии в грузинском обществе и правительстве. Также в абхазском медиа осветили очередной раунд переговоров в Женеве. Говорится, что Грузия заставляет Абхазию находиться в международной изоляции. В осетинском медиа причиной законенности встали гастроли грузинской танцевальной группы Эрисиони. Это было запланировано в следующий день после сатистского конфликта. То есть в один день грузинская правительство не позволяет осетинам посетить могилы рабных и близких, а на следующий день наши соотечественники аплодируют грузинским цитатам. Конец цитаты. Информационное агентство Южной Сети сегодня публикует материал под названием «За рекламу на фасады независимой Грузии. Большие проблемы». В материалах говорится о том, что если Грузия вступит НАТО для Южной Сети, это будут дополнительные риски и опасность. НАТО не заинтересованы стабильностью в Кавказском регионе. И потом НЛПЛЕ продолжает эту тему, которую публикует агентство под названием «Реваншистские желания Грузии. Толкают Грузию на опасную дорогу». Запад хитро играет на грузинских политических и амбициях и использует это, чтобы расшатать традиционную систему безопасности, пишет ПЛЕВ. Как и в прошлых месяцах, грузинская медиа больше материала в Абхазии, нежели в Южной Осетии. Вдоль оккупационной линии Абхазии 15 нелегалов были задержаны. Граждане арабских стран говорят журналистам, что в Гальском районе оказались по содействию грузинских правоохранительных органов. Эта информация категорически провергается Министерством внутренних дел Грузии. По информации о РУСТАВИ-2, чтобы спасти памятники, которые оказались на крае разрешения, призывают международные организации. Российские агентства распросят видео, где говорится о том, что уникальные фрески и памятники были уничтожены грузинской армии и за помощью обращаются к мировому содружеству. В Южной Осетии открылся представительство Каталонии. Так называемый министр иностранных дел Дмитрий Медоев анонсирует, что подобное представительство откроется и в разных европейских странах, и грузинское правительство должно считаться сетем. Грузинская депутатическая миссия утверждает, что заявление Медоева – это ложь. Министерство иностранных дел Испании прокомментировало так называемое представительство Южной Осетии в Каталонии. В заявлении говорится, что Испания, как и все другие страны Евросоюза, считает Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии. Министр примирения и гражданского равенства Китаван Цехелашвили комментировал введение сирийской делегации в Абхазии. По его словам, подобные действия ни в какие легальные и юридические рамки не лезут. Амбебиджи пишет о криминальной ситуации. Недавно Рауль Хаджиме вместо Аслама Кубахи представил гаряжку на эту должность. В 2014 году это уже пятый министр МВД, который попытается установить порядок в Абхазии. Веб-страница часто публикует ситуацию о криминальном состоянии в Абхазии. Амбебиджи также пишет, что рождаемость уменьшается, а смертность увеличивается. В 2017 году на 1500 детей меньше родилось, а что в тот же период, в 2016 году, на 500 детей меньше. Нью-пост Джи сообщает, что продолжается разрушение прибрежной линии Абхазии. 27 октября на форуме, в Грузино-Абхазском форуме, деловом форуме, было решено, что Абхазия поставит в России 600 тысяч тонн инертных материалов. На сегодня все. Мы продолжим мониторинг Грузино-Абхазской и Осетинской прессы и ознакомим их в следующей передаче. Пока все. Всего доброго. Мы вернулись в студию, и сейчас хочу обратиться к нашей аудитории. Анана Бакучева, докторант от Пилисского государственного университета. Я фильм не видел, но фрагменты очень волнующие. Конечно, во время дискуссии было сказано, что обществу Биренца не уделяется внимания. Я должен согласиться. И, конечно, очень важно, чтобы ваш документальный фильм дал возможность жителям Гали ознакомить свои проблемы обществу. Я хочу на ноутбуке спросить. То есть я поняла, что для вас эта тема очень ценна, очень важна. И, соответственно, думаю, что это не будет вашей последней работой. И, если возможно, какие у вас есть, так сказать, планы на будущее? Большое спасибо за ваши вопросы. Конечно, очень важно. Говорим, чтобы эти эмоциональные факторы были понятны. И другим. Если вы это чувствуете, я буду, конечно, спокойно. Я сразу вот начал работать после фильма на видеоигру. А потом я понял, что все вместе не произойдет. Потому что, возможно, может быть, задачи разные. А то, что надо сказать, это совершенно другое. И поэтому я немного поменяла вот план. Сейчас работа над инсталляцией, которая будет готова к следующему сентябрю. И скажет актуально то, что будет к тому времени. И поэтому я медленно работаю. Поскольку то, что надо сказать, тоже меняется. После выпубликования фильма тоже многое изменилось. И, наверное, потом уже начну работать на этой игре. Потому что в нашу эпоху подобные инициативы особенно важны в контексте разных поколений. И дополнительно этот конфликт сложно понять для других людей. Потому что мы имеем много аспектов. И, конечно, надо использовать все те формы, которые близки мне. И последнее. Хочу спросить у Горама. Горам, скажите, пожалуйста, когда молодые люди, молодые творческие работники работают, есть работы, которые мы только что видели. Так сказать, это не строится на реваншизме или ненависти. Это объективно документальные работы. Мне интересно, что происходит в этом плане в абхазском обществе, чем занимаются и как смотрят, так сказать, ровесники этих молодых людей. Есть ли различные взгляды в отношении грузинского общества. Понятно, что в отношении конфликта не будет, так сказать, другого мнения. Но все-таки есть ли, так сказать, отличное другое мнение в абхазском обществе. Большое спасибо, конечно. Есть. Это наша трагедия, что между нами, абхазами, минное поле, и очень мало таких людей, которые могут ходить по этому полю и прийти друг к другу. И поскольку у нас нет такой возможности, то есть информации, посмотреть друг в друга в глаза, это нам очень мешает. Я был с абхазами, которые получают письма по электронной почте, но когда сидишь за столом, скажешь, что вот тот и тот упомянул тебя хорошо и передай привет, это, конечно, совершенно другой эффект. В молодых людях есть синдром, что, например, помните, в моей молодости критиковали США, не нравились президенты, говорили, что это гнилая система. Но это еще больше подстегивал наш интерес. Интересовались и Элвис Пресли, там группа Чикаго, там те же Битлз, которые не пустили в СССР. И от моряков, когда они заплывали в морской город в Сухуми, мы покупали, так сказать, футболки американские, слушали американскую музыку, и это рваные джинсы, когда мы были молодые люди. Так что этот интерес среди этих людей есть. И если кто-то говорит им, что кто-то говорит неправильно с использованием законенависти, а эти молодые люди что-то другое видят? Есть такой синдром, когда пропаганда становится антипропагандой. И многие писатели, вот Даур Начкеби, на 7-8 лет моложе меня, то есть называется «Ночной берег», где он, то есть он рассказал о боли своего народа, а также он разделил боль грузин, которые, в принципе, у которых похожая судьба, хотя бы то, что видно на этих маленьких фрагментах. Большое спасибо. К сожалению, наше время закончилось, и мы уже не можем более глубинно зайти в этот вопрос. Но мы надеемся, что вы вновь к нам придете, и у нас будет возможность ознакомить это с нашими зрителями и продолжать дискуссию о наших конфликтах. Большое спасибо. Дима, длоба, мега, длоба. Субтитры подогнал «Симон»!